Если вы открыли это видео, значит у вас слабый комп, или вы просто решили поинтересоваться, как можно оптимизировать игру, чтобы поднять фпс. К сожалению, у меня тоже есть проблемы с фпс, и никакие настройки тут не помогают. У меня камень A3-6 от Intel, и скажу вам честно, это ужасный процессор. Хочется просто взять и выкинуть его в окно. В общем, я расскажу про все настройки, а вы сами решите, как вам будет лучше. На ютубе существует овер дофига видео на эту тему. Даже одну, в котором чел рассказывает про настройки в 13.1. Этот школьник показал свои настройки в игре, и сегодня в видео я разберу его ролик, рассмотрю его ошибки и подробно расскажу о настройках. Соотношение сторон. Ставим на 16.9, если у вас нормальный компьютер, а не какой-то там... Обязательно тут ставим 16.9. 16 на 9. Зачем этот чел сказал обязательно ставить 16 на 9, я не понимаю. Тут уже все зависит от вашего монитора, а не от компьютера. Просто ставьте соотношение на все. Дальше заходим в разрешение и делаем его как у вас лучше. Разрешение дает мыльную картинку. В моем случае изменение этого показателя не меняет почти что ничего в плавности. Однако один чел на сервере сказал, что ему эта настройка помогла повысить фпс. Тут уже смотрите сами. Режим отображения. Ставим окно без полей. Режим отображения. В зависимости от вашей настройки меняет управление экраном, либо захватывая и переключаясь полностью на игру, либо оконным режимом без полей. Растягивает игру до, собственно, полей. В некоторых случаях помогает именно полноэкранный режим. Например, я решал проблему фпс в такой игре, как Майнкрафт. Вы все прекрасно знаете. Там я открыл игру в полноэкранном режиме и все отлично работало. Картинка была плавной. Тут же в ACPSL может быть так же, но в очень-очень редких случаях такое реально помогает. Мне же нет. Вертикальная синхронизация. Выключаем. Вертикальная синхронизация на самом деле полезная вещь. Но это зависит от вашего монитора. Например, у меня он 60 фпс, и игра как бы будет стремиться выдавать эту отметку. Но опять же, мне мой процессор не дает этого результата. Яркость игры ставите как вы хотите. Лучше ее сделать пониже, если вы хотите больше фпс. Яркость для повышения фпс. Лучше просто выключить освещение комплекса. Так явно может помочь. Освещение комплекса обязательно включаем. Почему он сказал, что освещение комплекса должно быть обязательно включено? Это нелогично. Выключаем свет. Нет источников света, которые могут сжирать в вашей кадре. Тем более, я видел, как эту настройку многие использовали. Но сам я ей не пользуюсь. Мне она не помогает. Тени. Выключаем. Отключаем. Тени. Правильно. Тени лучше выключить. Так же, как и с источниками тени. Они забирают у вас фпс. Частицы крови или дыры от пуль также нагружают вашу систему. Но их я не выключаю. Для моего случая это бесполезно. Вы же делаете это на свое усмотрение. Если оно вам действительно помогает. Качество текстуры. Можем поставить любое. То есть, очень низкое можно поставить, можно низкое. Но после обновлений у меня вообще фпс. Так что я поставил очень низкое. И у меня практически ничего не изменилось в качестве. Так что да. Качество текстур. Хм. Довольно важная деталь на первый взгляд. Тут уже зависит от вашей непосредственно видеокарты. Если ваша видеокарта хотя бы выше 1050Ti от GeForce, как на AMD и HZ, то качество текстур вообще не влияет на фпс. Как с высокими настройками, так и с низкими, значение кадров будет одинаковым. В моем случае это 1650Ti. И как бы я не пытался поменять качество, то оно не влияет никаким образом. Вот это тоже низкое. Можете вообще отключить, но я поставлю низкое. Окклюзия окружения. Это такая вещь, которая придает свету, так скажем, больше реалистичности. И тут действительно можно выключить, что я вам и советую, так как это дополнительные тени для углов комнат. Дальше качество свечения низкое. Качество свечения. Ну, тут само значение говорит само о себе. Если стоит на ультра, то свечение более мягкое, не такое яркое. А если на низких, то оно будет резкое. Тут можно поставить любое значение, так как оно практически не играет роли. Вот это можем отключить, а можем поставить на вот это. Лучше поставить на FXAA, чем SMAA. Склаживание убирает лесенки и любые кривые углы. Тут я, честно говоря, не знаю как лучше. Это настройка на ваше усмотрение. Заморозка трупов включаем и тут ставим на 10 секунд. Заморозка трупов. Что это вообще такое? Заморозка трупов это такая вещь, которая делает трупы как бы прозрачными. Что с одной стороны их видно, а с другой при наведении нельзя узнать причину смерти. И вроде как даже за зомби сесть такой труп нельзя. Но я могу ошибаться. Как по мне, это бесполезная фича, которая не дает прироста FPS. Если вам помогает, то пользуйтесь. Визуальные эффекты практически вообще ничего никак с FPS у вас ничего не повлияет. Отчасти да, но эти эффекты могут влиять на пролаги во время этих самых ситуаций. Язык интерфейса можно поставить на английский, так у вас будет больше FPS. Забудьте про настройки интерфейса и прочее. Эти вкладки не имеют отношения к FPS. Хотя со смены языка может быть что-то да можно сделать. Например, в том же Among Us долгое время был баг, что когда начинается саботаж на русском языке, FPS фризился до нереальных показателей. Снова саботаж. И у вас все лагает так, что вы играть даже не можете. Игра была неиграбельной. А если в тот момент поставить английский язык, то это решало проблему. Тут уже думайте сами. Чтобы повысить ваши FPS, надо играть на серверах в пределах 20 игроков. Это очень помогает. Вы можете сами зайти на свой сервер, введя команду хост в консоль на Ю. Без игроков картинка настолько плавная, что глаза радуются. А вот когда есть, так скажем, наплыв игроков, эти энтити отнимают у вас большое количество FPS. Честно, если проблема конкретно в процессоре, как в моем случае, то тут может помочь только изменить значение ресурсов для игры, чтобы игра могла потреблять больше ЦП, чем остальные процессы. Я вам рекомендую подобрать настройки под себя. У всех железо разное, у всех разные проблемы с ним. Так что потестируйте настройки с разными значениями. Тем более сейчас это можно делать прямо находясь на сервере. Всем бэбэ. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok